всем привет дорогие комрады вот вы видите как у меня изменился рабочий стол вот так вот он изменился обстановка вот так вот поменялась на вот такой вот получился монитор вот я вам сейчас покажу новый монитор я купил 28 дюймовый вот вы видите да так вот он 4k монитор прекрасный так вот он хорошо показывает вот даже я пиксели не смогу разглядеть подальше надо отойти на где макро начинается с двух метров так нет надо подальше отойти сейчас макро нету а вот вот теперь фокусируется нет короче такой объектив очень интересный он фокусируется только где-то с двух метров на максимальном разрешении а тут я гораздо ближе сидел короче не получилось сфокусироваться на экране так что вот увеличение максимальное только 25x вот примерно вот такую где четкость еще сохраняется вот тут уже четкость пропадает вот увидите да это когда больше 30 увеличения делаю то тогда пропадает резкость вот я вам сейчас скажу поближе 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 я вам покажу вот видите вот видите очень мелкие пиксели очень мелкие пиксели их практически не видно вот видите очень мелкие пиксели и вот тут вот какие крупные пиксели вот с такого же расстояния вот видите здесь какие пиксели да то есть видно квадратики да вот это на 24 дюймовом full hd мониторе вот такие вот пиксели и вот такой же масштаб вот вами мельче показать вот расчетный доход вот видите тут пиксели вообще не видно хотя масштаб тот же самое расстояние то же самое то есть вот как пиксели тут видно вот заметили да и как пиксели видно вот тут вот здесь пиксель примерно в три раза крупнее вот здесь вот где den corporation примерно в три раза он крупнее вот еще раз вам показываю это full hd монитор 24 дюйма видите какие пиксели огромное да вот и вот и вот 4k монитор вот видно что тут пиксели практически очень маленькие практически как смартфонного размера вот таких смартфонов ну конечно у смартфонов с full hd экранами еще меньше пиксели но вот у обычных таких смартфонов у четырех с половиной дюймовых с разрешением 860 сколько-то там точек 800 на 600 точек или на 480 800 на 480 допустим смартфона если взять вот примерно там такого размера пиксели это я снимаю примерно с расстояние 5 сантиметров от экрана и вот с расстояния 5 сантиметров вот видите какие тут огромные пиксели да вот это повторюсь full hd монитор а вот это вот так подписчики вот а вот это 4k монитор на 4k мониторе плотность пикселей выше это я вам еще раз повторюсь да так ну и отъезжаю я от монитор а сейчас я вам покажу опять все так опять все покажу покажу вам какое мое рабочее место вот такой вот она перестановку я делал вот этот вот вот этот вот комод вот этот вот четырьмя ящиками раз два три четыре четырьмя ящиками комод очень тяжелый он больше двадцати пяти килограмм весит без всего просто одни деревяшки двадцать пять килограмм он примерно весит и вот я его тягал переставлял его вот на это место вот то он у меня вот здесь вот стояла теперь я его вот сюда вот переставил вот здесь вот он у меня стоял а потом переставил вот сюда потому что не хватало вот от стенки место не хватало когда кому-то вот там он стоял не хватало чтобы монитор поставить вот этот монитор он как бы под большим углом стоял приходилось голову в бок сильно поворачивать когда вот так вот поставил вот видите даже расстояние между стеной осталось где-то сантиметра сантиметров 7 осталось вот вот видите 7 сантиметров осталось расстояние между стеной вот так что вот у меня такое барская кресла барское место рабочие королевское царское королевское место вот я вам его демонстрирую на вот такое вот сейчас я вам покажу что меня на экранах медленно вот заметили насколько экран центральной больше чем боковые экраны центральный экран на 28 дюймов а вот здесь вот сбоку 24 дюйма стоит монитор и вот этот на 24 а вот этот вот по центру это 28 дюймов 28 дюймов вот какой он большой вот вы видите сейчас я вам покажу его на весь экран вот он только только помещается весь экран и вот этот вот монитор 24 дюймовый он гораздо меньше и вот этот точно такой же гораздо меньше а вот этот еле-еле влазит в экран полностью вот так что я уже по моему говорил где-то а я же делал распаковку он боксинг этого монитора где-то я его делал четыре дня назад эту распаковку он боксинг и там вы все могли увидеть как я вот этот вот монитор центральный как я его распаковывал ножницами там разрезал все прикрутил вот эту вот ножку вот это вот сейчас я вам покажу видно тут вот эту вот ножку прикручил вот эту серебристую на которой монитор стоит вот эту вот ножку я прикручивал два раза прикручивал откручивал потому что пленка там попала слофановая между ножкой между двумя соединениями пришлось опять открутить и удалить эту пленку так вот она в пленке удалил одну пленку но все остальные пленки остались которые были на этой ножке и сам вот монитор вот этот вот вот по бокам вот так вот вот где рамка да вот где я пальцем вожу прямоугольник там рамка монитора вот сейчас еще раз вам покажу вот здесь вот вот здесь вот рамка здесь вот я не удалял тоже эти целлофановые пленки тоже я не удалял так что монитор весь в пленке я вам уже говорил что пленки я не удаляю если пленки есть на мониторе то я не удаляю вот на этом мониторе тоже пленки у меня не удаленной хотя я его в 2010 году покупал но он так же у меня стоит в пленках даже вот можно увидеть наверное вот сейчас я вам покажу что он в пленке вот видите пленка блестит вот-вот блестка вот видите вот здесь вот блестка эта пленка отблеск дает так что у меня сейчас в пленке два монитора центральной и правой а вот этот вот монитор он изначально был без пленки но так без пленки я его и оставил так что он у меня так и продавался он без пленки это лжи монитор называется на вот я вам модели скажу как называются мои мониторы первый монитор слева это уже по центру самсунг и третий монитор это бенк то есть у меня все от всех фирм представлены монитора не до не отдаю я предпочтение какой-то фирме определенные там не покупаю допустим только л джи не покупаю самсунге только какой монитор мне понравился такой я и покупаю мне пофиг на фирму мне главное чтоб цена была нормальная технические характеристики были нормальные и отзывы в интернете были чтобы нормально об этом мониторе я как выбираю когда себе монитор и вообще любую технику я себе когда выбираю в интернете обычная он через интернет покупаю там сетелинке в связном в днс и и вот когда я выбираюсь себе подбираю какую технику мне купить будь то фотоаппарат монитор смартфон или еще какой-нибудь гаджет я обязательно читаю обзора об этой вещи и смотрю сколько звезд поставили владельцы этих вещей за вот эти вот вещи которые они купили допустим если стоит три звезды то уже понятно что такое гаджет или такую вещь покупать не стоит если стоит четыре с половиной и до пяти звезд то можно брать обычно такие вещи я беру вот у этого монитора samsung было практически пять звезд стояла это самый дешевый четыре кей ультра hd монитор то есть по своим техническим характеристикам у него разрешение 3840 на 2160 точек то есть стандартное 4к разрешение матрица тн у него и очень низкое время отклика всего одна миллисекунда то есть это относится к игровым монитором у него шлейфов практически незаметно при быстрых движениях на экране монитора и вот значит отклик у него матрица одна миллисекунда я по-моему одна секунда сказал да это я ступил одна миллисекунда пишется что так одна м си миллисекунда то есть это считается очень низкое время отклика очень быстрый монитор очень быстрая тн-матрица матрицы типа тн они вообще сами по себе они имеют повышенную скорость отклика повышенную ну как бы картинка на них по цветам немного хуже чем на ипс матрицы или ай пи си матрицы и на других типах матрицах вернее матриц значит на тн матрицы похоже вот эти вот цвета но сама матрица довольно таки быстро то есть одна миллисекунда это очень очень быстро работает монитор не остаются шлейфы в играх задвижущимися объектами и вообще это более-менее такой приемлемый нормальный игровой быстрый монитор вот так вот эти вот монитора вот этот вот и вот этот вот вот они как бы более старые вот этот двенадцатого года монитор вот этот десятого года монитор вот этот вот монитор куплен восемнадцатом году четыре дня назад ну выпущен он естественно в семнадцатом году там где-то полгода назад по-моему даже больше в четвертом месяце он выпущен семнадцатого года я смотрел на упаковке ну вот значит по центру это самый новый монитор семнадцатого года вот этот двенадцатого года и вот этот десятого года или даже может быть девятого ну по-моему десятого я точно уже сейчас точно не могу сказать или девятого или десятого года вот этот монитор самый старый монитор вот этот картинка у него кстати хорошая вот у этого лучше чем вот у этого картинка цвета лучше и вообще больше мне нравится этот монитор beng но естественно вне конкуренции это вот этот от 28-дюймовый монитор samsung с 4 кей разрешением ультра hd так ну рассказал я вам довольно много вот этих вот перестановках вот видите я переставил до кому-то вот отсюда перес вернее отсюда перестал отсюда поставил вот как надо монитору эти все три до этого у меня было два монитора вот которые сейчас по бокам стоят и между ними я впендюрил новый свой монитор 28-дюймовый вот этот вот 4k монитор покупал я его за 17000 практически так что эта цена не очень дорогая но я вам уже рассказывал можете посмотреть видео с умбоксингом этого монитора если есть у вас такое желание а сейчас я как бы в продолжении вот этого он боксинга уже вам показал как он на своем месте стоит где он должен был стоять вот значит такой вот у меня получилось видео если вам видео понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал вот здесь вот если вы еще не подписаны на мой канал и на этом я с вами прощаюсь до новых встреч на моем канале всем счастливо всем до свидания пока и Продолжение следует...